МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа НОВЕ НЕРГИЁНО, у студии Алена Милюшанкова. Витаю вас сегодня в выпуску. Прокуратура Могилевской в области проверяет державное предприемство по выполнению законодательства в сфере внешней экономичной деятельности. Заборона на наведывание ляса у денег во всех районах Могилевской в области. Могилевский областный драматичный театр открыл новый сезон святкованием юбилея близкучих артистов. Про это не только. Далее в программе. Будовництво унутри городской кольцовой протягивается в Могилеве. На крымя самой автомагистрали необходимо перекласти километры коммуникации. Специалисты предприемства Могилев Газбуд завершают замену магистральной теплосетки от завода Могилев Лифтмаш у центр города. У разгары працы в районе завода «Строммашина». Магистральную теплосетку в районе скорожевания проспекта Миру и в улице Королево в Могилеве меняют с выкористанием сучасных пи-труб. До речи, яны Могилевской вытворчасти. Объем работ великий – 550 метров траншеи и больше за километр труб. Одночасово с гэтым демонтуют старую теплотрассу. И тут важно, что с пожилцы горячей воды моменту переключения навык не зауважили. Прокладывается сеть по новому следу, а переключение уже к существующей сети проводится в период ремонта сетей. В то время, когда останавливается плановый ремонт на микрорайоне на две недели. В это время мы делаем подключение. Соответственно, люди это не чувствуют, нашу работу. Мы комфорт не нарушаем людей. Специалисты Могилев Газбуд звыкли до великих объемов працы. В свой час яны удельничали у будовництвы нафтопровода «Дружба». Але праца у городских умовах мая свою специфику. Что тут самое складанное? Это надо организовать безопасное движение пешеходов, сохранить в чистоте дороги, безопасный выезд транспорта организовать, ограждение. Ну, это самое сложное в этой работе. Остальное, в принципе, нам знакомо. И мы, как профессионалы, эти работы выполняем легко. И вовремя. Один из участков унутрогородской кольцовой дороги пройдет в районе завода «Строммашина». Тут так само необходимо заменить коммунальные сетки. Дмитрий Тимошенко, працуя быдувником, уже 10 годов. Отримал высшейшую адукацию у белорусско-российским университета и пошел по шляху батьки. Работа нравится тем, что здесь на нашей работе есть возможность неплохо зарабатывать. Я начинал здесь как обычный работник, потом в процессе, закончив высшее учебное заведение, стал мастером. Потом уже, возможно, через пару лет появилась возможность стать производителем работ, стал уже здесь программом. Поэтому возможность, так сказать, карьерного роста здесь есть такая возможность. Специалисты предприемства за некольки опошних годов замянили на сучасные трубы напевно полову теплосеток Могилева. И эта праца протягивается. Новой дорозе не обыстись без новой леуниевой канализации. Будуники працуют сумленно, с гарантой, бо робят для родного города, а значит для себя. Конечно, приятно, когда у вас построили новую канализацию дождевую здесь, которая, надеюсь, будет работать эффективно. Ну, в общем, хорошо, когда сухо. Праца товариства Могилев Газбуд расписана на шмат месяцев наперед, бо сучасная якость життя потребует сучасных коммуникаций. Константин Титомиров, Андрей Скарабагатов, Денис Жавина, Новинрегиона. Межрегиональная диалоговая пляцовка «У Одинстве. Наша сила» пройшла в Могилеве. На парадку дня стояли пытания проведения идеологичной работы на предприемствах, а так само реализация державной молодежной политики. Буйницкое поле – поле родной славы и памяти народной. Перед диалоговой пляцовкой делегация из Минска наведала Буйницкое поле. Символ подзвягу и стойкости белорусского народа в годы Великой Чыной войны. На диалоговой пляцовце обмерковали работу по подрыхтовце мероприемства до Дня народного одинства. Перш за усе акцентовали увагу на историчной значности этой даты. Нагадаем, свято примеркованы до годовины польского походу Червоной армии, по выниках якого территория заходней Беларуси была вернутая у склад БССР, и белорусский народ снова стал вадены. Наш народ получил возможность объединиться в рамках одного государства. Любое национальное строительство, любое развитие государства невозможно без единства нации. Это важнейший фундамент. Поэтому День народного единства – это та дата, о которой не просто все говорят. Это та дата, которая будет прочно закреплена в нашем государственном календаре. У диалогу узгадали пропадеи 2020 года. У Парауна не поглядели, каким громадским настрой был тады, и что назирается теперь. Мы видим, что сегодня, конечно, население более сплоченное. Сегодня население, знаете, верит в лучшее. По крайней мере, за эти годы, безусловно, часть настроения людей, которые хотели бы верить в лучшее, что будет лучше в дальнейшем у нас, их сегодня количество увеличилось, по сравнению с 2020-2021 годом, когда мы столкнулись с таким гиполитическим вызовом на нашу страну, когда пытались наши умы и сердца разделить, настроить нас против друг друга, что мы видим в других странах. Этого не удалось. Поэтому сегодня есть запрос, прежде всего, вы знаете, вот по последнему нашему исследованию, сегодня у людей самая большая проблема, которая их военную, как вы думаете, какая? Международная безопасность. То есть мир вокруг нас. Минские коллеги поделились в опытом своей идеологичной працы на предприемствах. Например, на керамине гэта диалоговой пряцовки с устреши молоди с керамництвом и спортивные мероприемствы. Это уникальная возможность поделиться опытом, рассмотреть возможные формы и методы новой идеологической работы. Мир не стоит на месте, наше общество трансформируется. Поэтому государство без идеологии, как и человек без мыслей, не может существовать, не может жить и развиваться. Марта Милосердова, Ягор Малейка, Леонид Секорин, Юры Ауласо, Новины Региона. У прокуратуры Могилевской области огучили выники селетних проверок державных предприемствов под увагой в экономии законодательства у сферы внешнеэкономичной деятельности. На некоторых предприемствах Могилевшины, которые экспортуют товары, прокуроры зауважили выпадки створения и росту проторминованной внешней депетерской запазыки. В адрес руководителей проверяемых субъектов хозяйствования подготовлено и внесено три представления, по результатам рассмотрения которых восемь лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в органы внутренних дел направлено поручение о проведении проверки и принятие решения в порядке уголовно-процессуального законодательства по фактам, содержащим признаки криминального образования просроченной задолженности. У прокуратуры подлумачили, на некоторых предприемствах необоснованно подписывали додатковое погоднение с замежными организациями, о которых они выконали свои обвязательства. Выявлены факты образования просроченной задолженности в результате оплаты, то есть внесения предоплаты контрагентам из недружных стран за ремонт дорогостоящего оборудования, которое происходило на территории иностранного государства. И в дальнейшем, из-за того, что были введены санкции против Республики Беларусь, данное оборудование не было возвращено на территорию Республики Беларусь и не может в данном случае использоваться по назначению. Так само выявлены два факта про доставление у державную статистику скасованных сумм про терминованные из внешней дебиторской запазыки. Пацаны Сергейчик, Александр Артемьев, Новины региона В большинстве регионов Беларуси заховывается складанная пожаронебеспечная обстановка. Могилевская державная вытворчая леса господаршее объединение нагадывая. Заборона на наведывание леса уденится во всех районах Могилевской области. В этой выходной складанная пожаронебеспечная обстановка заховывается по всей Могилевской области. Это связано с сухим надвором и отсутностью в области дожджоу. На Могилевщине установлены высокий класс пожарной небеспеки. Необходно отмываться от наведывания лесов до стабилизации становища. Актуальную информацию об заборонных и обмежеваниях на наведывание лесов можно отсочивать на специальной интерактивной карте. Интерактивную карту можно найти на сайте Министерства лесной господарки. Мстиславский селекцийно-гибридный центр Вихра вырошивает и реализует русских тяжковозов. Это один в Беларуси плем конезавод, который занимается этой особенной породой коней. Русские тяжковозы могут тягнуть груз, могут бегчерись, и самое главное – стать добрым сябрым своему человеку. Его зовут Гоголь. Прыгажен с бландынистым чубком, который, оказывается, нельгострыхший. Бо кони должны глядеть на солнечное светло про ширму. Свояки Гоголя не меньш эффектные живёлы – живавый легион и могутный сельвестр. Это и кони – нащадки знакомитых коня, який поставил рекорд в 1985 году. Был такой у нас жеребец-рулет, который на ВДНХ занял первое место, потащил груз 26 тонн 300 килограмм. До этой поры мы ещё не побиты. А это его потомство, его прапра-нуки. Мостиславские кони были и застаются брендом и отметностью района. Вось там, каля лесу, пасвится целый табун коней. На племко-неферме у вёсцы лютня Мостиславских районов сегодня 205 халов. И 49 из них поступят у продаж прама сёлита для добрых господаров и аматоров этих чудовных живёлин. На поле у табуне только кобылы и жаробяты. Бачно, что у всей живёла одной породы – русский тяжковоз. Их разводить селекционный гибридный центр «Лихра» – важное предприемство для нашего региона и не только. Для страны оно важно, потому что это единственное предприятие, которое выращивает данную породу. А если взять постсоветское пространство, то это единственный конезавод в Республике Беларусь, который выращивает данную породу. А в постсоветском пространстве, получается, было 5 конезаводов. И в нашей Беларуси один из них. Мастиславский конезавод номер 120, так ранее называлось это предприемство, засновали в 1935 году. По загаду маршала Будённого, когда потреблялись мощные и тиховитые кони для потребов Червоной армии. Именно тогда приняли решение разводить породу русский тяжковоз. Надо отметить, что именно из Мастиславского конезавода, вот этого вот лютнянского конезавода, вышел тот конь, на котором запатентовали породу в 1952 году. То есть вот именно здесь была сформирована полностью, вот как она есть сегодня, порода русский тяжеловоз. Люди, которые работают с конями, лечат, что и в 21-м стагодии с местом с этим живелином. Может, не для того, чтобы тягнуть грузы, как легендарный рулет, бы у нас сейчас есть для этого механизма, а больше для взносинов с людьми, працы в невеликих господарках, для ипотерапии, прохожусь с новокольного свету. Илона Иванова, Юра Власцов, Виталия Ляксейнка, Новина Региона. В Могилевске областный драматичный театр открыл новый сезон. Он стартовал с творчего вечера и ушанованья именинников. Своё 75-ти годы отзначили близкучие артысты Галина Угначова и Василь Галец. За театральные кулисы зазернули наши корреспонденты. У Могилевске театры творчая коллаборация Галины Угначовой и Василя Галеца почалась у далеким 1985-м. Запрячимы артыстов сотни постановок. Сегодня у афиши Могилевской драмы шесть спектаклей зуделан для дучих майстров сцены. Яны кажуть, на творчую пенсию не сбираются. Я просто боюсь остаться одна, дома, на пенсии. Я не знаю, что я буду делать, вы понимаете. А здесь у меня есть позыв прибежать, поговорить, пообщаться, поработать. И поэтому я нужна в театре, понимаете. Мне не предлагают уходить. Меня держат здесь. И поэтому я с радостью сюда прихожу. В театре там же все время надо развиваться. И это, и это, и это, и мозги, и душа, да и физически. А как без этого? А очень сложно, допустим, актерам дома сидеть. Мне нужно все время что-то делать. Делать и делать, что-то учить, над чем-то думать, что-то изобретать. А почему, я не могу объяснить. У гэта юбилейный вечер повиншевать могилевских артыстов пришел самый отданный глядач. Галина Ивановна со мной на сцене, и я с ней возле сцены. Мы прожили общую жизнь. Я ее знаю с юных, юных лет. С самого начала, когда еще девочки начала работать. И буквально с первого дня приезда в Могилево я знаю Василия Николаевича. Говорят, что жизнь дается каждому, а старость только избранным. Я не могу сказать, что они старики. Они никогда не будут стариками. Они просто избранные. И я очень рада, что у них такая чудесная дата, круглая. И что мы все вместе, и что они еще будут долго работать. На радость мне и всем нашим могилевичанам. На творчем вечере юбиляра угучали истории и успамины, сердечные веншаваньи, музыка и песни. Открытие нового 137-го театрального сезона отрымалось душевным. Напереде масса сюрпризов для глядача от трупа могилевского драматичного. Сачите за афишами. И при надворе до плюс 28 градусов прогнозуют синоптики температуру по ветру в день, в субботу. Будем мало в облачном, без опадков и слабый ветер. У нашей плюс 7, плюс 12 градусов. В область повышенного атмосферного тиска протягивает пановать на Могилевшине. У неодель, у послых синоптиков, так само шагается тепло. Невеликая в облачность без опадков, у нашей до плюс 11, а восью день знов плюс 23, плюс 28. У понеделок температурный фон навод подрасте. У день шагается и до плюс 29 градусов. Але пройдет порывистый ветер. И принесет шуванье в осени. Актуальные новины в области на нашем сайте и в телеграм-канале Беларусьчатры Могилев. Долучшайтесь. А так само глядите нас в социальных сетках. Я на этом с вами развитываюсь. Бережите себя. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok